Хей, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру до 74. Мы вернулись в сотню детей, и у семейки Али начинаются приключения в джунглях. И, кстати, ребят, вопрос для самых внимательных. Напишите в комментариях, увидели ли вы на этом кадре бабочку, и где она находится. Ну, а я смотрю, что с малышкой Корделей что-то не так, ребята, что у неё на лице? То пропадает, то появляется, то пропадает, то проявляется. Самое интересное, что я почистила сисишки, потому что мне надоело, что у подростков периодически почему-то ломаются лица. И мини-спойлер, я не знаю, сколько я уже сисишек удалила, но всё равно вот этот вот баг у меня никуда не пропал, и я буду дальше чистить сисишки. Причём самое интересное, что в интернете писали, что это проблемы со слайдерами, с зубами, с глазами. Я это всё у себя поудаляла, но, видимо, не до конца. В общем, мы с вами сейчас находимся в джунглях. В конце прошлой серии наша мамочка решила, что нужно отправиться в джунгли, потому что нашей мамочке нужен Агат. Она одержима идеей встретить смерть и родить малыша от смерти. И, кстати, мне подкинули несколько офигенно крутых идей, которые я тоже попытаюсь реализовать. Вообще, очень круто было бы, чтобы наследница или наследник, who knows, был от смерти. Поэтому мы с вами, конечно, будем пытаться найти Агат, но в этой серии наша мамочка решила провести время вместе с Ричардом. Вы же помните Ричард? Ричард, почему у тебя какое-то упоротое лицо, ребят? Что с Ричардом? Почему он вечно, знаете, такой вот какой-то где-то там? Такое ощущение, что он находится не с нами. А это что такое? Это что такое? Ребята, это что? Это кто? Это бабочка? Что с бабочкой? Да, ребят, это... Тихо. Это бабочка вверх ногами? Нет, эта бабочка просто крылышки сложила, а нам кажется, что она вверх ногами. В общем, мы вместе с нашими ребятами... Где наш дом? Это наш дом? Да, это наш дом. В общем, мы решили, что отправимся вот в такой вот крутой домик, но наша семья Калин, понятное дело, что поехала сюда не одна. У нас тут целая тусовка намечается, кстати, как видите. Наши ребята взяли с собой наряды, подходящие для джунглей. Кстати, у нас сегодня день признаний в любви. У нас сегодня, знаете, и начало отпуска, и день признаний в любви. И Ричард, и, кстати, один из наших старших сыновей взял с собой, как оказалось, подружку. Оказывается, один из наших сыновей... Ну, не то, чтобы крутит роман, нет, это мы с вами пока что как-то вот заранее все это говорим, нет. Это его подружка, если я не ошибаюсь, ее вроде как зовут Фиона. Ну, и как бы наш один из старших сыновей, по-моему, вот этот вот, подождите. Юга, а это, по-моему, Диего, ребят. Я могу что-то наплутать, и поэтому я надеюсь, что я не наплутала. В общем, он пригласил с собой свою подружку. Ну, наша мамочка, конечно же, решила взять Ричарда. Мы с вами совсем забыли про Ричарда. Я надеюсь, что сегодняшний праздник у нас пройдет отлично. Давайте вообще посмотрим, что у нас происходит. Значит, во-первых, у нас есть вот такой вот... О май! Ребят, можно сразу же здесь, но как бы... Мне кажется, сегодня стоит вообще Ричарда куда-то пригласить на свиданку. Мы с вами все-таки в джунглях. Ну, как бы, о чем бы и ни. Значит, я вижу, что наша мамочка голодная и скучно. Ну, блин, как тебе может быть скучно в таком количестве персонажей? Тут вообще должно быть весело. Как дела у Сидни? Ну, Сидни у нас, знаете... Я вам, кстати, сейчас расскажу, какие планы на вот этот вот отпуск. Ну, Хлоя у нас, я уже сказала, она одержима идеей найти Агат. Ну, и плюс, она одержима Ричардом. Возможно, но это пока что так. Вот просто наше предположение. Сидни. Сидни сюда приехала через не хочу, ну, потому что все приехали. Она приехала. Она у нас хочет загорать, купаться. Давайте мы ее сразу же отправим, может быть, в горячий источник. Давай-ка ты пойди расслабься. Она не хочет нигде здесь бегать. Ей вообще неинтересно эти букашки-таракашки. Она говорит, нет, не хочу. Это Хьюго. Да, ребят, я вроде бы не перепутала. Ну, Хьюго у нас, как видите, он уже переоделся в такой вот... Я надеюсь, что это была музыка из Индиана Джонса, а не из Звездных войн. Ну, если я напутала, то, в общем, короче, он нас тоже хочет искать приключения. Диего. Ну, Диего сюда приехал вместе с Фионой. Ура, друзья мои, я ничего не напутала. Ну, и как бы... Как бы давайте мы вручим ей подарок. О май. Слушайте, давайте что-то у мамы попросим. Давайте мы попросим какой... О-па-па. Слушайте, может подарить ей... Алибастер? Я не знаю, нужен ли ей алибастер. Ладно, давайте кварц. Он красивый. Он красивый, как почти твоя кофточка. Поэтому давайте мы ей подарим кварц. Ей понравится. Значит, у малышки Роуз все прекрасно. Видите, она занимается спортом. А я вижу, что кто-то у нас вонючка. Значит, как дела у Люси? Люси голод... Ребята, Люси голодная. Капец. Так, все, забираем. Забираем тут у нас... Это что? Это чье? Нет, 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 не трогай. Даже не думай. Иди посиди здесь. Нет, поставь. Поставь. Поставь на место. Не трогай. Не трогай. Просто поставь. Не трогай, малышка голодная. Ребята, Люси голодная. Люси, 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 ты моя хорошая. Так, подождите, она хочет купаться. И она хочет покушать. Быстро, быстро, срочно, срочно, быстро. Это что? Это испорченный? Зачем ты с собой таскаешь испорченный? Да, 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 мы сейчас помоемся. Мы сейчас помоемся. Как дела у Карделии? Ну, у Карделии что-то странное с Фейсом. Я не понимаю, почему она так забаговалась. У нее все вроде бы было окей. Слушай, хорошая моя, ты не хочешь попроситься в бассейн? Ну, Сидни. Нет, Сидни купается. Давай, вот, я знаю, кого мы попросим. Хьюго, помоги, пожалуйста, с бассейном. Селеста тоже голодная, ребята. У нас капец. У нас полный капец. А как мы ее можем покормить? А мы можем ее покормить. Нам для этого ничего не надо. Так, пожалуйста, покорми малышку. А ты, моя хорошая, тоже поешь. Так, надо всех проверить. Вообще, мы сейчас попросим Хлою. Я понимаю, что у нас сегодня романтик, все дела. Но нам как бы надо наготовить еды. Нам нужно посмотреть, чтобы у всех все было в порядке. Сидни пошла купаться. Видите, я же вам говорила. Ей ничего, это все не интересно. Она не будет там где-то бегать по вашим джунглям. Это не для меня. Что ты идешь делать? Ты можешь накормить малышку? Я тебя прошу. Ричард решил накрыть на стол? Нет, ну, как бы, дужедякую. Но, может быть, ты нам еще с чем-то поможешь. Пожалуйста. Вообще-то, надо бы его сегодня на свиданку пригласить. Ребята, у нас сегодня свидание будет с Ричардом. Сто процентов. А если вечер у нас будет прям классный, то... Слушай, а ты не можешь искупать малышку? Пожалуйста. Пожалуйста. Помоги мне с ванной. Давай поговорим. Давай подружимся. Смотрите, она кокетливая, ребята. Она кокетливая. Мы с вами знаем, почему она кокетливая. Не искупайте, пожалуйста, кто-то кружку. Можно ванна? И мы... О, Фиона. Фиона, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Пожалуйста, искупай малышку. Я не знаю. Я попрошу Диего, чтобы он за эти три дня тебя все-таки поцеловал. О, вот это уже интересно. Так, ты покормила. Молодец. Теперь давай... Ну, мы искупать ее пока не сможем. Поэтому ты, может быть, просто пока ее... Может быть, уложи на втором этаже. Значит, посади сюда Селесту. Возвращаемся. Ну, у тебя все хорошо. У тебя тоже not bad. Ребят, надо срочно найти еду. Точнее, надо срочно что-то приготовить. Слушайте, а мы сможем? Блин, а мы, скорее всего, подать поздний завтрак. Мы, наверное, не сможем. Знаете, почему? Потому что у нас тут нет палочек. А что же мы будем им готовить? А у нас есть гриль. Ребят, а шо рыбить? Она же сейчас развернет... Она же не может на вот этих вот куточках. Или может? Ты моя хорошая. Молодец, ребята. Может. Может так. Как дела у Роуз? У Роуз все хорошо. Тебя надо... А почему никто не искупал малышку? Ну, у тебя все чудесно. А можно малышку все-таки искупать? Пожалуйста. Мне кажется, что Фиона поралякалась. А ты к кому идешь? Фиона, ты вообще-то сюда с Диего приехала. Ладно, давайте мы попросим ванну. Сидни. Ладно, Сидни, помоги. А ты куда ушел? Что ты делаешь? Чем ты занимаешься? Лежать на ванне? Нет! Нет! Смотри, сейчас Ричард уведет Фиону. Подождите. Мне бы хотелось все-таки как-то с ней время провести. Ладно, давайте мы ей комплимент сделаем. Ну, как бы хотелось бы. Видите, он с ней хочет поболтать. Он с ней хочет поболтать. Я не знаю. Может быть, у них что-то, конечно, получится. Может быть, и нет. А можно на меня обратить внимание? Пожалуйста. Нас интересует непринужденная беседа. Давайте поговорим про дождь. Просто идеальная тема для разговоров. Как у тебя, Ди? Ты готовишь? Давай мы сейчас всех пригласим за стол, потому что ты капец какая голодная. Так, Сидни. Ты у нас здесь. Смотрите, у нее полный релакс. Полнейший релакс. Она ничего не хочет. Она хочет плавать. Блин, у нас... Ой! Ой-ой, у нас какие-то тут забавные баги. Значит, малышка хочет, конечно, спадки. И ее надо будет искупать, ребят. Надо будет искупать. Но я бы хотела, конечно, чтобы Люси сейчас кто-то искупал. Я даже знаю, кто. Представляете, только приехала наша Сидни. Расслабиться. Улеглась. И тут малышка такая подходит. Говорит. Ну, пожалуйста, сестра, искупай меня. Она такая. Окей. Окей. Так, давайте мы попросим тогда Хьюга. Пожалуйста. Давай пригласи всех за стол. Надо все-таки покушать, потому что все голодные. Все голодные. А давайте мы что-то Ричарду скажем. Слушайте, она, смотрю, с Ричардом прямо общается. Это я про Фиону, если что. Прямо общается. Давайте польстим ему. Давайте польстим. И вообще-то, Фиона, пойди поешь. Пойди, пожалуйста, покушай. Ты будешь купать малыш... Нет. Слушайте, а почему никто не купает малыш... Блин, да что ж такое? Так, ты поела. Доедай и пойдешь сейчас купать малышку Люси. Раз все такие буки-бяки, они ничего не хотят делать, давай купать. Ну а что поробишь? Нам нужно сегодня, ребята, день признаний в любви провести как-то not bad. Нам нужно прям not bad провести. Все. Ты покушала? Считаем, что ты покушала. Все сели кушать. Как меня это радует. Ты можешь что-то сказать Фионе? Пожалуйста, потому что мне не нравится ваш досуг. Жаловаться не надо. Не надо жаловаться. Давай просто дружелюбно, глубокие мысли спросить о личной жизни. Ну, давай попробуем. Мы, правда, пока не знаем, как она к нам относится. Ну, давайте еще, может быть, шутку какую-нибудь про пришельцев расскажем. Ну, как-то так. Поболтаем, поговорим. Так, малышка, я сейчас тебя искупаю. Я понимаю, что ты хочешь искупаться. А мы же можем это сделать? Так, ребята, а почему... Или ты не можешь? Может? Фух, она может. Я уже думала, может, тут какая-то багованная ванная и вообще нельзя будет искупать. Вы общаетесь? Я не могу понять, с кем он вообще. Ну, смотрите, с Фионой вроде бы у него растут отношения, но как-то... Давай еще респекты, уважуха. Вроде бы растут, но они как-то не пересекаются такой. Слушайте, по-моему, он с ней общается. Я имею в виду Ричард. Вручить смешное. Покажи ей пародию. Мне кажется, Фиона себя трошки как-то вот чувствует... Не то чтобы неловко, но как бы ее пригласили в чужую семью. Она вообще не знает, кто тут, где тут. Все такие разные, все такие интересные. Давай еще один респект тебе сделаем. Так, Лоя, ты купа... Наконец-то, наконец-то. И потом давайте мы, наверное, малышку отправим отдыхать, потому что они наверняка все у нас устали. Как у тебя дела, хорошая моя? Корделя, у Корделя все чуде. Слушайте, Ричард нам помогает. Это меня не может не радовать. Так, проситься в бассейн мы, наверное, не будем. Слушай, у тебя есть какие-то игрушки с собой? Я бы хотела... По-моему, у тебя есть планшет. А у тебя... О, у тебя планшет. Вот, хорошая моя, у тебя есть планшетик. Теперь ты можешь посмотреть видеоролики. А ты, моя хорошая, наверное, сейчас тоже, может, либо видеоролики посмотришь, либо что-нибудь, там, не знаю, поиграешь во что-нибудь или еще что-то поделаешь. Кто тебе названит? Мы заняты. Тимати с Беатрисой. Прекрасная идея. Я за вас очень рада. Вы просто умнички. Слушайте, ну надо с Ричардом как-то сейчас... Ну, как-то сейчас. Давайте в романтику перейдем. Стать парой? Нет. Заключить, гладить. Давайте без этого, давайте пофлиртуем. Попытаемся его соблазнить. Так, хорошая моя, давай-ка ты проходи, проходи. Ты прямо в туалете решила его соблазнить, да? Может, вы выйдете хотя бы. Ну, мне кажется, идея not bad. Давай-ка ты порисуешь с ламой. Так, а ну давай посмотрим. А можно было не так, прям вот так? Я думала, что она ему сейчас просто так там... О, май. О, май, ребята, да ладно. Подарить цветы. А ты думаешь, да, у меня есть цветы? Ха-ха-ха-ха. Я сейчас тебе подарю такие цветы. Значит, дружелюбные нас не интересуют. Давайте романтик. А где у нас любовь? Романтический подарок. Ну, давай. Давай ему подарим цветочки. Я надеюсь, что он любит лилии. Вообще-то это, кстати, дорогой цветок, поэтому ничего не знаю. Я надеюсь, что тебе понравится. Лилии. Если не понравится, я на тебя обижусь. Я на тебя обижусь и выгоню тебя из отпуска. Держи. Держи. Квиточка тебе понравится. Давай, 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 давай. Отдай ему эту лилию. Так, как у тебя дела? Все, хорошо. Ты давай иди и поплещись. Все. Купаться на гиш... Не надо. Не надо. Так, ты мой хороший, кстати. Пойдешь сейчас делами заниматься. У нас дождик, по-моему, или закончился, или почти закончился. Хай, он займется здесь раскопками. Мы с вами вообще этот первый день должны как-то тут въехать в Ситуёвину. Посмотреть, что у нас тут есть, чего у нас тут нет. Он, Хай, у нас действительно занимается раскопками. Но ему это интересно. Слушайте, а может он реально займется археологией? Кстати, между прочим... Блин, будет забавно, если я всю серию напеваю не ту мелодию. И все, наверное, в комментах пишут, Даш, это не та мелодия, что ты напеваешь. Это не то, это какая-то грязь. Тут тоже есть что покопать. Кстати, нам нужно будет закупиться, чтобы отправиться на поиски. Мы с вами, конечно, отправимся на поиски Агата. Но опять, не факт, что мы здесь найдем. Мне, ребят, писали, что, может быть, можно его купить. Но я помню, что, по-моему, именно касательно Агата еще парочки камней писала, что, типа, их невозможно купить. Их можно только найти. Как у тебя дела? Вы до сих пор тут стоите? Мимими, ля-ля-ля. У тебя как дела? Может, ты сядешь вместе с Фионой поболтаешь? А давайте мы сядем. И как бы... Ты к нам не хочешь присоединиться? Так, так, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ребята, это хорошо. Поговори, не трогай малышку. Малышка себе играет. Фиона, садись. Ты же хотела к нам подсе... Нет, ну ты же себе... Смотрите, какая стеснительная. А мы можем ее как-то пригласить, попросить уйти? Сплетни, не хочу. Давайте мы поговорим про... Блин, я представляю, как ей неинтересно говорить про облачную погоду. Давайте мы, может быть, просто, ну, роман... Попробуем, ладно. Хорошо, флирт. Попробуем похвалить внешний вид. Не знаю, что из этого получится. Ты подарила ему подарок? Ну, вроде бы ему понравилось. Вроде бы у нас все зашибись. Так, давай-ка мы еще что сделаем. Давай, романтика. Ну, ладно, попробуем. Сексапильная поза нет. Прилюдно признаться нет. Давай, пошли ему. Ну, воздушный поцелуй, вы поняли. Куда ты идешь? Ну, куда... Ребята, хорошо, что я пишу это без вебки. Точнее, жалко, что я пишу это без вебки. Ребята, куда они отправились? Ребята, сказать, что я в шоке, это не... Подождите. Подождите. Я, я, конечно, все понимаю. Можно? Подождите. Дайте, я просмюсь. Я понимаю, что у нас полсерии. Я, наверное, буду угорать и сидеть в шоке. Подождите. Подождите. То есть мы пригласили с собой Ричарда. Мы пригласили с собой Фиона. А они тут в итоге, вы поняли, чем занимаются. Зейн приглашает на свидание. Слушайте, ребят, а может быть мы с Зейна сейчас на свидание пригласим? Ну, точнее, не сейчас, а этим вечером. Слушайте, я не знаю теперь, что делать с Ричардом. Я в таком просто... Просто... Просто лютом шоке. Не надо туда идти. Не надо на вас засмотреть. Нет, давай-ка ты пойдешь... Расслабишься. Ребята, я так расстроена. Слушайте, ну раз нам написал Зейн... Как бы... Мне кажется, что... Наверное, стоит... Я... Понимаете, мне просто слов не хватает. У меня реально не хватает слов от того, что здесь происходит. Я просто в шоке. Хьюга, как дела? Расскажи, как ты тут копаешь, да? Ну, копай, копай. Зачем вы мне тут в ухо рассказываете, чем вы там занимаетесь? Мы и так уже поняли с ребятами, чем вы занимаетесь. Ребята, это просто шок. Это... И вы хотите сказать, что у нас 100 детей? Это такой спокойный лайтовый проект. Мне нифига. Он может... В такой... Я тут реально в шоке. Знаете, я много чего видела в сотне детей. Но такого я точно не видела. Ладно, я тут просто смотрю. Я тут смотрю, что у нас тут по раскопкам иногда они заново появляются. Иногда у нас внезапно что-то проявляется. Ребят. Ну, я думаю, что Хлоя должна, наверное, сегодня вместе с Зейном встретиться. Знаете, раз он ей позвонил, пригласил на свидание. Ну, как бы вы понимаете, вот после того, что тут происходит... Ну, это ж просто... Да я знаю, что я интересная личность. И вообще самая... Она еще и кокетливая, понимаете? Давайте будем считать, что она не знает, что... Ну, хотя, наверное, знает. Или не знает. Или знает, или не знает. Я не знаю уже, как считать. По сути, она услышала, наверное, что та ей... Ну, ему предложила. Я имею в виду, что Фиона предложила Ричарду. Ну, может быть, она как-то лайтово на это все отреагировала. Ложись, наверное, поспи. Мы же не будем вампира приглашать, ну, как бы... Прямо сейчас. Мы же уважаем вампира и их вампирскую сущность. Сущность? Сущность? Ты в шоке, да? Ты в шоке? Какой грязный источник. Источник как раз нормальный. А вот тут такими делами занимаются, что я просто не знаю, что тебе сказать. Слушай, куда ты идешь? А она решила сделать вид, что она ничего не видела. Она ничего не видела. Ладно, пойди поплавай здесь. Действительно. Как-то я представляю, ей неприятно. Она тут плавает, а тут как бы таким вот занимаются, поэтому нет. Давай-ка ты, моя хорошая, пойдешь просто... Здесь поспишь. Мы в крайнем случае... Опа, у нас тут стенка непрокрашенная. И вот тут непрокрашенная. Но я не могу сейчас перейти в режим строительства. В общем, может быть, это действительно как-то, знаете, нашу Хлою задело. Но она решила, наверное, вот... Так, не буду я устраивать скандалы. У нас сегодня день признаний в любви. У нас отпуск, устраивать разборки. Но это будет как-то неправильно. Тем более, раз Зейн мне написал, поэтому... Фух, лучше я, наверное, отправлюсь вместе с ним на свидание. Нет, вы можете себе это представить? После того, как Ричард и Фиона, ну, вы сами поняли, чем позанимались, они обнялись и сидели дальше, на лавочке болтали. Ну и, как вы понимаете, наша Хлоя решила пригласить на свидание сегодня вечером все-таки Зейна. Знаешь, Ричард, ты повел себя не очень красиво, скажем так. Все, ладно, ребят. Мы с вами забыли про Ричарда на какое-то время. Все, никакого Ричарда. С нами на свидание отправился красавчик Зейн. И сейчас мы хотим первым делом покушать, потому что мы очень-очень голодные. Так, а кто у нас тут? Приветики, ты кто? Ты, Джеймс Эдисон, мы тебя откуда-то знаем. Я не знаю, откуда мы тебя знаем. Ну да ладно, приготовь нам что-нибудь. Ты только вот это умеешь готовить? Ну ладно, давай такос с рыбой. Надеюсь, что нам понравится Зейн. Ты будешь со мной такос с рыбой? Кстати, вы же помните, что Зейн... Зейн, Зейн, вообще-то наш жених. Между прочим, между прочим, Зейн, жених нашей красавицы. Так что, Ричард, ну как бы я надеюсь, что ты потом подумаешь о своем поведении. Смотрите, какие колоритные персонажи сюда явились. А чего ты тут стоишь? Зейн, вручить подарок. Кто кому? Получить? Ребят, нам сейчас какой-то подарок подарят. Да ладно? У нас тут, кстати, есть телевизор. Можно потанцевать с телевизор. Ребят, нам что, сейчас подарок подарят? Вы посмотрите, какой он милый. Ребята, как приятно. Он нам подарок подарил. Так, подождите, а можно ли вообще-то на свидание посмотреть, что у нас там флиртовать? Давайте мы с ним пофлиртуем. Ну как бы я нам розочку подарил. Значит, попробовать пофлиртовать. Давай попробуем сейчас пофлиртовать. Здравствуйте, здравствуйте. Знаете, мне кажется, что Зейн это тот персонаж, который, ну вообще никогда не откажет нашей красавице. Планировать свадьбу? Нет, мы не будем сейчас планировать свадьбу. Давайте, может быть, флирт, соблазнительно шептаться. И нам надо ему три анекдота рассказать. Сначала пошепчемся, потом будем анекдоты рассказать. Куда ты пошел? Вернись, пожалуйста. Так, рассказать шутку про вампир. Ой, мамочки, я боюсь. Я боюсь, что он сейчас не поймет ее кусать. Хотя, если он ее кусанет, ну так и будет, ребят. Ну, анекдот про уток можем рассказать. Можно рассказать анекдот про уток. Можно, кстати, он сыграет на гитаре, она споет. Представляете, какая у нас тут будет прекрасная пара. А можно как-то по-другому вам болтать? Блин, ну что за манера? Что за манера у наших персонажей стоять вот так вот спина к спине? Так, давайте любовь, проявить нежность. Давайте с этим вампиром проявим нежность. Почему из вампиров получаются плохие шпионы? Они быстро колются! Мне нравятся вот эти вот шуточки, ребят. Они заслуживают вашего лайка. Так, где у нас флирт? Давай пофлиртуем. Давай еще пофлиртуем. И вообще-то можно было бы потанцевать. Можно с ним потанцевать вместе. Давайте потанцуем вместе. Ему, по-моему, все нравится. Ему и флирт нравится, и розочке нравится. Слушайте, ну просто золотой вампир. Ну просто красавчик. А ты кто такой интересный, Питер Фостер? Мне нравится просто цвет твоих волос. Ребята, подождите, Питер Фостер. А ты кто такой? А он уже посматривает в сторону. Я не знаю, кого, Зейна или нашей. Мамочки, а он с Пейдж, наверное, пришел. Он решил с ней про мух поговорить. Нет, ну в принципе, хай говорят про мух. Мы сейчас потанцуем, потанцуем. Это кто? Эммит Беннет. Я так смотрю, знаете, мельком. Думала, что это тот Николас. Слушайте, а тут у нас какие-нибудь кущики есть? Хотя я не хочу кустики. Нет, ну мы сейчас поищем. Просто хотелось бы, конечно, чтобы у нас свидание... Слушайте, по-моему, здесь были какие-то кущики. Ну вот серьезно. Ну должны быть. Ну, вы же понимаете. Страсти, мордасти и прочее. Нет? Да ладно, блин. Да нет, ребят. Ну в темноте я, конечно, хуже вижу. Может быть, я их сейчас где-то пропущу. Ну, страсти, мордасти. Ой, а что это у нас здесь? Взять авокадо. Блин, еще авокадо можно было бы собрать, но, увы, нет, нельзя. Слушайте, ну должны быть. Ну должны. Может, я просмотрела, ребят? Напишите в комментариях. Я права, что здесь где-то должен быть кущик любви. А, мы, кстати, с вами можем изи проверить. Мы же можем навестись... Кристалл. Кристалл, ребята, там кристалл. Блин, ну кристалл или Зейн? Зейн или кристалл? Ладно, Зейн. Зейн. Все-таки Зейн. Подождите, у нас уже почти полсвиданки прошло, а мы как-то с ним до сих пор флиртовать. Давай еще пофлиртуем. Где у нас этот флирт? Флирт. Все, хорэ. Хорэ, натанцевай. Все решили с нами потанцевать, смотрите. Так, давай пофлиртуем. Зейн, я хочу с тобой пофлиртовать. Переставай танцевать, давай флиртовать. Флиртовать. Зейн. Зейн, пожалуйста, обрати на меня внимание. О, смотрите, тут кто-то вообще с миской танцует. Ну, в принципе, танцы, знаете, миска танцам не помеха. Она решила там посидеть, тут посидеть. Зейн. Можно с тобой пофлиртовать, да? Все, мы справились. Поцеловать, надо его поцеловать. Так, срочно, у нас поцелуй. У нас сейчас должен быть поцелуй. Флирт, физическая близость. Лонг кис. Слушайте, давайте выберем лонг кис. А чего флирт не... Или прокатил... А, прокатил что-то он у меня засчитался, я ее не заметила. О, ребята, у нас сейчас будет... О май гаш, какой у нас лонг кис. Только, скорее всего, его могут не засчитать, потому что это же модовский. Нет, засчитали сделать массаж. Ты хочешь массаж? Тебе твои тысячелетние косточки размять или ты не хочешь? Слушайте, а где у нас массаж? Массаж, наверное, у нас в любви. Физическая близость. Держать, держать, не держать. Предложить массаж. Там, ребят, есть еще и make a move. Кстати, make a move. О чем бы не... Все, у нас... Ну, ребят, игра просто сама подталкивает. Видите последний пункт? Ну, как бы, ну, 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 мне сказали надо. Ну, значит, надо. Ну, шо, поробишь? Все, я тут ни при чем. Давайте проверим. Получится, нет? Давай make a move. Давай мы сейчас ему make a move. Ммм, на-на-нау. Ты не хочешь сейчас... Куда они пойдут, интересно? Только надеюсь, что... Наверное, в туалет. Серьезно? Ребята, почему именно здесь? Нет, ну, ладно, окей. О-о-о-о, май гааш, ребята, вы посмотрите. Ну, мы с вами справились, в принципе, в плане нашей свиданки. У нас все very good. Слушайте, пока они там развлекаются, мы с вами, знаете, чем займемся? Мы будем кусты искать. Хотя, стоп, кусты, кусты. Что у тебя по показателям? У нее, в принципе, все not bad. Мы сейчас с вами, когда они закончат, мы пойдем искать кристаллы. Да, тут, конечно, в темноте видно не очень хорошо. Они мне тут еще в ухо рассказывают, чем они там занимаются. Но у нас как минимум два кристалла есть. Так, тихо, тихо, что здесь? Здесь ничего, это какой-то камень. Тут тоже ничего. Слушайте, наверное, я просмотрю... Тут должен быть кущик. Ну, кущики, они такие. Они вроде бы видны, а вроде бы, может, здесь? Но у нас не было пункта отправиться, по-моему, заняться в уху. Хотя, может быть, куст находится очень далеко, и мы не можем. А можно у тебя другие варианты? Нет, нас другие варианты пока не интересуют. Может быть, может быть, может быть. Так, тут ничего. Может быть, когда кусты находятся далеко, они не всегда, как бы, ну, считаются местом для в уху. То есть, как бы, куст есть? О, вот кр... Так, ребят, все, все, все. Зейн, ты классный, офигенный чувак. Но мне надо копать. Мне надо копать! Нам нужно найти нужный кристалл. Нам нужен нужный кристалл, поэтому... Sorry, солнышко. Я еще хочу, вообще-то, собрать урожай авокадо. Авокадо. Кстати, а, скорее всего, наш Зейн приехал к нам в гости. То есть, он, скорее всего, будет с нами жить в нашей локейшене. Ребята, это будет прям... Я не представляю, как. Потому что это что? Это еще авокадик. Авокадик, кстати, можно будет у нас посадить. В общем, Зейн, получается, скорее всего, будет жить вместе с нами. Представляете, у нас и Ричард живет. И Зейн живет. А Зейн, интересно, сейчас уйдет или он будет просто там тусить в клубе? Не, ну он уходить вряд ли будет. У нас же, как бы, типа, еще свиданка идет. Так, а где у нас еще? Тут этот одинокий огнечек. Это не наша локация? Нет, это не наша, но она мне нравится. Так, а что здесь? У-у-у, как тут красиво. Да, я знаю эту локацию. Но, знаете, каждый раз, когда я путешествую по джунглям, мне тут капец как интересно. Но тут, конечно, желательно было бы побегать днем. Потому что ночью хоть глаз выклили. Вообще ничего не видно. Так, здесь вроде бы ничего. Ну, то есть мы с вами такого круголя сделаем. Так, хорошая моя, ты хоть оделась? Молодец. А то я уже переживать начала, что она сейчас голяком побежит. Так, ну и расскажи, что ты найдешь. Агат, Агат, нет. Цитрин и изумруд. Ну, я смотрю, что тем более у нас все обычно. Слушайте, а мы еще не выставили, получается, раз-два. Что ты нашла? А, авокадо ты собрала. Питер Блум и Джен Барлоу. Ну, они решили... Ребята, это что? У нас тут места для вуху получать? Зейн зажигает. Заработанная медаль, золото. Я знаю. Я знаю, что у нас было просто перфект свидание. Слушайте, мне так обидно за нашу мамочку. Ну, вот серьезно. У нас все было хорошо. Точнее, как? Мы с Ричардом, ну, пытались, помните, в свое время построить отношения. Потом как-то у них... Ну, не то, чтобы не сложилось, не срослось. Ну, как бы... Он занимался своими какими-то делами. Блин, тут столько... Тихо, 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 тихо! Блин, она неудобно себя чувствует. Ладно, отправляйся в туалет, потом мы с тобой все дособираем. Наша мамочка утром вернулась домой, а Ричарду, видимо, все равно. Кстати, давайте посмотрим, где Фиона. И, между прочим, ребят, я была права. Зейн теперь будет эти ближайшие два дня жить вместе с нами. Ну, а Фиона здесь. Ладно, не будем пока что их трогать. У нас сегодня очень важная миссия. Мы пойдем на поиски кристаллов, ребят. И, кстати, наша мамочка нашла около шести или семи кристаллов за эту ночь. Вы представляете? То есть, в принципе, вот та локейшн офигенно крутая. Давайте попросим выставить на продавито. Выставить... Мы уже собрали кое-какие необходимые материалы для нашего. Походу, нет, вы посмотрите. Ричард туда стоит, смотри, он даже не видит. Зейн! Зейн, хороший мой! Иди сюда быстрее! Зейн! Так, потом повыставляешь. Иди давай! А, фух, не пришлось его звать? Зейн, заходи, давай. Все, молодец. Молодец, все, спрятался. Спрятался, и это хорошо. Кстати, носочки тоже желательно выставить. Давай выставим носочки. Мы что, с собой мороженицу взяли? Прекрасно, ребята. У нас просто прекрасный багаж. Просто восхитительный. Значит, давайте мы, наверное, нашу мамочку отправим отдохнуть. Потому что... А почему малышка здесь лежит? Селеста голова... Почему никто ее не кор... Что она хочет сделать? Поболтать с Ричардом? Are you crazy? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давай кормить. Лучше ты пойди малышку покорми пока что. Быстрее. Быстрее. Почему никто не смотрел за Селестой? Я что-то пропустила. И, кстати, желательно с ней сейчас поиграть. Поиграй с ней, пожалуйста. И поменяй ей подгузники. Баюкать. Давай-ка мы, наверное, проверить не надо. Значит, сменить подгузник. И давай ты с ней трошечки поиграешь. Значит, дружелюбные действия. Это непринужденные занятия. Давай, может быть, поиграем в ку-ку. Вот, прекрасно. Как дела у Сидни? У Сидни все прекрасно. Вот смотрите, посмотрите, какой Зейн молодец. Сидит у нас тут со всеми общается. Такой вот просто умница. Вот просто такой вот самый-самый настоящий молодец. А ты что здесь делаешь? Пойди еще расслабься. Подожди, почистить? Точно. Сначала надо почистить. Значит, я хочу попросить нашего Хьюга, которому явно не хочется здесь сидеть весь день. Не пойми, чем заниматься. Давайте мы попросим его что-нибудь найти. Так, я тепла... Ребята... Нет, нет, подождите, подождите, подождите. Теперь она решила провести время с Диего. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Брызгаться, давайте побрызгаемся. Она хотя бы решила с ним провести время, понимаете? А Ричард как-то... Ой, Ричард... Нет, я понимаю. Сейчас наверняка в комментариях кто-то напишет, что Даше нужно было нашей мамочке раньше на него обратить внимание. Он устал ее ждать. Ну, может быть. Но тогда зачем ты отправился в отпуск с нашей мамочкой? Может быть, она тебя как раз и пригласила, чтобы с тобой провести время? А ты вот так себя повел. Ты ей хард разбил. Ну как так можно? Слушайте, что, у нас уже все? А больше собирать нечего? Серьезно? Эх, ну ладно. Все так все. Хорошо, договорились. Что ты делаешь? Малышка не там. Беатрис? Очень умная, да я знаю. Вообще, я себе цену сложить не могу. Самая-самая умная. Хорошо, ты моя прекрасная, дорогая Сидни должна сейчас здесь все почистить. Потом ты можешь здесь покупаться. А вечером здесь время проведет наша Хлоя вместе со своим вампиром. Потому что как бы у нас есть кое-какие планы, вы же понимаете. Мы не зря сюда Зейна пригласили. Но сначала нам желательно отдохнуть. Значит, ты поиграй сейчас с малышкой. Как у нее делить? Все, ребят, мы ее переодели. Успокоили. Уложи, пожалуйста, ее спадки. Сама ты тоже должна сейчас выспаться. И мы отправляемся в поход. Я бы, конечно, хотела взять с собой Зейна. Но, понимаете, он днем вообще никак не сможет. Слушай, а может быть мы можем сейчас что-то заказать? Купить подарки? Бизнес-служба? Нет. Нам это анемите горничную? Нет. Это нам все не надо. Заказать доставку, заказать услугу. Слушайте, давайте посмотрим, что мы можем в подарках купить. Может быть тут есть что-то еще полезное? Мячики, шмячики. Рентгеносим? Ребята, может нам заказать рентгеносим? Я не знаю. Но, блин, если можно, то... То... Блин, 300 симолеонов? Слушайте, давайте закажем. Хай будет, как говорится. Так, ложись, пожалуйста, спадки. Все. Все, спать, спать, спать. Срочно ложись спать. Наши детишки пока что играют. И у нас расслабля... Понятно, где что она расслабляется. Хьюго. Хьюго решил поболтать, видимо, с Ричардом. Кстати, он несколько раз пытался с ним поговорить, но как-то, знаете, у них разговор не то, чтобы не получался, но как-то заходил в тупик. А тут, может быть, он решил с ним поговорить насчет той же Фионы. Мне кажется, что нашего Хьюго это как-то, ну, заботит. Потому что, ну, во-первых, Фиона приехала сюда как бы с Диего. Кстати, а как дела у Диего? А он решил музыку послушать. Ну, правильно. Прекрасная идея. А где твоя подружка? А ты здесь. Ну, хорошо, давай пойдем еще снова ее побрызгаем. Я просто надеюсь на лучшее, понимаете? Тут как бы с Фионой трошки другая ситуация, потому что у них не было вообще отношений. То есть Фиона его как бы заинтересовала стать друзьями. Видите? Они хотят стать друзьями. Но в плане отношений у них никогда ничего не было. Я просто заметила, что он с ней в хороших отношениях. И я решила ее пригласить. То есть чисто теоретически Фиона, ну, ничего не должна нашему Диего. А вот с Ричардом как-то все не очень понятно, мягко говоря. А ну, давайте посмотрим. Обнимашечки у нас получится обсудить. Давай обсудим любимых писателей. И посмотрим у нас обнимашки, обнимашечки, обнимашечки. Физическая близость заключить в объятии. Ну, конечно, комары должны были появиться. Обсудим сначала писателей, да? Или мы с тобой постоим и посмотрим друг на друга? Книжный червь, да, мы это знаем. Он у нас такой, о май, ребята, да ладно. Слушайте, а может они пойдут здесь рассказать историю? Давайте про принцессу Фионе расскажем. Мне кажется, ей будет интересно. Как у тебя дело? Она, наверное, еще пару часиков буквально поспит. Слушайте, я думаю, может быть, с ней реально отправиться, ну, мне кажется, хотя бы Хьюга. Ну, как бы мне не хочется мамочку одну отправлять, а он может ей помочь в случае чего. Тем более, что я вам уже говорила, ему прям вот эти вот раскопки очень сильно понравились. Поэтому я думаю, что идея not bad. Я еще сейчас тут пробегусь, посмотрю, может быть, что-то появится. Но, кстати, ребят, вам на заметку, если будете искать кристаллы, то я вам советую вот эту вот основную локацию, там, где бар находится. Туда, в принципе, можно отправиться и без путешествий. Там действительно можно найти много крутых кристаллов. Итак, мы набили карманы всякими полезными штуками, которые наверняка нам понадобятся в этом приключении, и мы отправляемся в джунгли. И, ребят, ну это просто какое-то, не знаю, знущание, что ли. Вы посмотрите, какой парниша появился возле вот этих вот врат. Может быть, он тоже отправляется на поиски всяких интересных приключений, может быть, он тоже ищет агат, но в любом случае, мне кажется, он very, very not bad. Слушайте, может, мы попробуем с ним познакомиться, заморозить. Давайте вежливо. Привет, как тебя вообще зовут, Марлон? Марлон, опять Марлон? Ребят, вам не кажется, что у нас с Марлоном, ну вот с этим именем, прям вся история нашей Хлои связана? Слушайте, ну прям очень симпатично. Он тут что-то делал, он сюда явился, видимо, по каким-то своим делам. Ну, мы отправляемся расчищать. Ты тут можешь делать, что хочешь, а ты куда пошел? А ты идешь что-то готовить? Нет! Нет! Не надо тебе готовить чили! Готовься, мы отправляемся в поход. Кстати, по поводу похода, вы посмотрите, сколько мы тут всякого накупили. У нас есть и водичка, и всякие спреи. Правда, мало чего было, мы опять отправились... Да все, хватит разговаривать. Я думаю, что Хьюга такой думает... Тихо, не падай. Хьюга такой думает, блин, да мы только-только сюда явились. Мамочка уже с кем-то общается, мамочка уже с кем-то там флиртует. Все, нам нужно идти в поход. В общем, мы набрали кучу всяких интересных штук. У нас есть еда, есть водичка. Я надеюсь, что хотя бы, ну, на сутки нам этого хватит. Ну, и мы постараемся хоть что-то найти. Если мы не найдем ага, то, может быть, у нас хоть какие-то мани-мани будут. Ты опять голодная? Ты же кушала перед выходом. Ладно, съешь авокадо. Я понимаю, что ты рубишь ветки, ты очень сильно устала, и ты проголодалась. Все? Молодец. Мы с тобой все сделали. И где наша мамочка? Подождите, она должна была съесть авокадо. Внимательный наблюдатель. Во время прогулки по джунглям, Халлое замечает кружащих над густыми зарослями птиц и чуть не спотыкается об очень странное яйцо. Неподалеку от яйца сидит хищная птица и голодно на него смотрит. Ребят, а у нас нету этого самого огнетушителя. Давайте мы попытаемся, может быть, спугнуть. Пытается спугнуть, кидая в нее камни, но ей хоть бы хны. Вдруг яйцо вылупляется, из него выползает крошечное существо. Птица устремляется вниз и намеревается поймать, но оно уползает в джунгли. Халлое переживает, справится ли это маленькое беззащитное существо одно в джунглях. Ну, я надеюсь, что справится. Так, мы с вами явились. А ты идешь сюда? Иди сюда, мы будем кушать. Мы будем сейчас кушать авокадики. Кстати, а давай-ка ты еще собери авокадо. Нам надо много авокадо. Кстати, вот эти кущики, про которые я вам говорила в самом начале. А тут что, вообще ничего нет? Ребят, что за кидалово? Вот реально какое-то кидалово. Где все вещи? Где все предметы? Значит, раскопками будет заниматься только Хьюга, так что давай копай. Копай, копай и копай. А кристаллы? Нет, ну авокадо, конечно, not bad, но кристаллы. Слушай, по-моему, ты хотел в туалет, а ты не хочешь в туалет. Я тебе предлагаю сходить здесь в туалет. Что ты делаешь? Смотреть на облако? Правильно! Зачем нам чем-то полезным заниматься? Возьми, кстати, побег. В туалет. Я надеюсь, что у нас будет местечко, где можно поспать. Блин, почему мы не можем туда отправиться? Путь закрыт и будет недоступен. Слушайте, ни разу не было за вот этими вот вратами. Не знаю, с чем это связано, почему мы не можем туда попасть. Может, нам надо сюда все время приезжать, или фиг его знает. Но в любом случае, мне прям капец, как интересно, что там находится. В общем, у нас, к сожалению, с собой нет палатки, поэтому, скорее всего, придется спать в кустиках или где-нибудь, не знаю, на свежем воздухе просто полежать. Но давайте пока что двигаться дальше, потому что, как вы видите, тут у нас пока что ни кристаллов, ничего нет. Блин, ну какая же тут красивая вот эта локация. Вы посмотрите, какой тут мост офигенный. Просто офигенный. Тут очень красиво. Знаете, Сильвадорадо, ну, мне кажется, один из самых красивых городков, вот реально по природе, по вот этим вот всем видам. Да, к сожалению, тут не везде можно погулять. Кстати, это наша локейшн, если вы не узнали. В общем, здесь действительно очень красивая природа, но мест, ну, в принципе, много, но не так много, как хотелось бы. Как у тебя дела? Как тут твои раскопки? Расскажи, пожалуйста. Если ты найдешь сейчас что-нибудь на миллион, то мы забьем вообще на ювелирку. Это у нас основание реликвии хаос. Как интересно. Значит, как у тебя делишки? Ты расчистила? Ну, почти расчистила. Она уже проголодалась, понимаете? Только съела авокадо и снова уже проголодалась. Активно орудует мачете, расчищает густые лозы. Платоядные. Ооо, у нас есть средства от пауков. Хлоя прогуливается по джунглям, как вдруг слышит крик другого персонажа неподалеку. Может быть, это Зейн? А может быть, это Ричард? Она бежит в сторону визжащего персонажа и видит, что того пытается съесть платоядное растение. Давайте средства от пауков. Хлоя отчаянно пытается придумать способ, как спасти персонажа, и решает использовать средства от пауков. Трюк удается, и лозы скрываются из виду. Второй персонаж так благодарен, что дает ей все найденные сокровищ... Опа! Так, подожди, ты мне случайно Агат не отдал? Агат... А что он мне отдал? У нас так много предметов, что я даже не знаю, что нам он отдал. Ходориум, может быть. Хотя, по-моему, Ходориум у нас был. Ну, вы тут Агат явно не видите, и я тоже не вижу. О, моя любимая площадка. Так, идем собирать. Собрать урожай плодоносащие растения. Давай, собирай. А кристаллы? А камешки? А хоть что-нибудь? Да блин, вы издеваетесь? Серьезно? Смотрите, тут у нас такой симпатичный попугай сидит. Ребят, тут вообще ничего нет. За что мы заплатили столько бабок, чтобы ничего не найти? Серьезно? Слушайте, ну нам надо... О, опа... Ну, это не опа-па. Это такое себе. Так, слушайте, а куда нам надо? Где у нас храм? По-моему, храм у нас сюда, поэтому мы, наверное, сейчас здесь будем расчищать. И я думаю, что, скорее всего, давай-ка ты, наверное, с помощью мачете. А вот ты, мой хороший, пойдешь сейчас вот это вот добывать, потому что тебе же интересны раскопки. Значит, копать. Копать, 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 копать. И, наверное, мы будем с вами ночевать возле храма, скорее всего. Какой выпускной? Куда выпускной? Зачем выпускной? У нас не выпускной, у нас тут сейчас ламы с драмами. У нас путешествие. Кьюго нагрянули незваные гости. У него нет с собой средства? В смысле? Подожди, подожди, подожди. Мы можем передать средства от пауков? Мы же накупили кучу этого средства от пауков же. Вроде как. Мы что, все используем? Подожди. Приманка для летучих мышей. Я же покупала несколько флакончиков. Ребята, видимо, флакончиков мы как раз не так уж много купили. У нас есть всякая еда. Там вообще такой, знаете, бедненький был выбор. Вот серьезно был, прям капец, какой бедненький выбор. Ну и что у нас сейчас будет за испытание? Опа! В самой глубине джунглей стоит какой-то древний пьедестал, а на нем лежит сокровище. Оно так и манит. Достать с помощью мачете хорошо. Область вокруг пьедестала выглядит подозрительно, поэтому Хло решает держаться на расстоянии. Она толкает сокровище с помощью мачете и замечает, что сокровище лежит на своего рода наживной плите. Она быстро меняет сокровище и мачете местами, и вот сокровище уже у нее в руках. Конечно, отправляемся в храм. И мы с вами уже на месте. Ну, хоть здесь будут какие-то кристаллы? Или мне сейчас бурчать здесь надо будет? Так, ну я вижу, что у нас тут есть вот эти вот всякие интересные растения. А еще что-нибудь? А кристаллы? Ну, хоть парочку кристалл... Да вы серьезно? Нет, ну, я, конечно, все понимаю, но неужели... Неужели здесь нет кристаллов? Ладно, нет и нет. Хороший мой, ты у нас идешь заниматься раскопками. Хошь, не хошь, а надо копать. Так, здесь нас ничего пока не интересует. Давайте посмотрим, что у нас есть наверху, потому что знаешь, что наверху обычно есть какие-то уже интересные места. Здесь нет ничего. Хорошо, ниже. Давай-ка здесь копать. Копать, и больше ты здесь копать не сможешь. А ниже. Я просто смотрю, что у них по показателям все not bad. А раз у них все not bad, то можно будет здесь покопать. Слушайте, а вам не кажется, что мы именно в таком вот храме уже с вами были? Тут же, как вы знаете, генерируются разные варианты храмов, но, по-моему, именно в таком мы с вами уже были. Что здесь? О, еще авокадо. Так, собрать весь урожай. А тут? Тут тоже можно собрать весь урожай. Он хочет задираться и плохо себя вести с другими персонажами. Мне это не нравится. Так, с матерью не ругайся. На мать не наезжай, не ругайся, не скандаль. А почему наверх не пошел? Наверное, потому что у него вот такая вот сложная стадия, он не хочет этим всем заниматься. Так, ну я понимаю, что туда ты не доберешься, но давайте мы ее попросим осмотреть. Может быть, сейчас они вместе с сыном смогут тут что-нибудь интересненькое найти. И это было бы, конечно, очень круто. Ну, хоть какие-то сокровища, ребят. Ну, хоть что-то же здесь должно быть. Я понимаю, что у нас, конечно, по бодрости все not very good. А у тебя как дела? Давай-ка ты пока вот этим будешь заниматься. Значит, осмотреть. Я надеюсь, что мы с вами сможем быстренько со всем разобраться, активировать. Ну, собрать вот эти вот листики, правильно? Да, мы справились. Хо-хо, конечно, справились. О, ребят, еда. Еда. Собрать. Опа, и картошка, и луковка. Все супер. Просто супер. Так, она голодная. Она же ела недавно авокадо. Хорошо, у нас тут есть что-то, что можно выпить. Поэтому выпей, пожалуйста. Я не знаю, что это такое. Мы купили это на рынке. По-моему, мы купили какую-то хурму на рынке, да? Ладно, выпей вот это. Оно у нас почему-то не подписано. Может быть, это суп какой-то. Ребят, а что мы с вами выпили, что у нас как бы оно вообще ничего не пополняет? Значит, съешь, пожалуйста, авокадо. А ты все поизучал, хороший мой, активировать. А тут вообще ничего не надо. Вау, как интересно. Скоро Люся будет отмечать день рождения. Это просто чудненько. Значит, ты копай. А ты, моя хорошая идея, здесь все сейчас изучай. Видите, у нас сейчас как раз есть возможность двум персонажам. Один персонаж занимается одним, другой персонаж занимается другим. Значит, ты у нас будешь копать раз и копать два. Я надеюсь, что... Опа, приветик. А ты кто? Ребят, это кто? Никки Мэйфилд? Страж храма? И она почему-то идет именно... Почему-то она идет именно к нашему Хьюга. Слушайте, так может быть, с ней потом попробовать что-то закрутить? Ребят, наша Хлоя справилась, но, к сожалению, в нее попал ядовитый дротик. Плюс она получила одну очень-очень интересную фишку. Хлоя получила... Так, где у нас Ричард хочет купить? Я надеюсь, что не тот Ричард. Хлоя получает благословение личное солнце. Новый теплый источник положительной энергии сделает день персонажа гораздо ярче. То есть, с нами еще вот такое вот солнечко будет. Значит, мы с вами прошли в самый углубь. Давайте открывать вот эти вот сундуки. И, наверное, будем возвращаться домой, потому что, как вы понимаете, наши ребята, конечно, устали. У нас здесь нет, к сожалению, с собой... Опа, ребята, тут еще что-то есть. У нас, к сожалению, с собой нет палаток. Я думаю, что спать в кущиках они не захотят. Но сколько? 528? Ну, неплохо, конечно, но хотелось бы побольше. Что ты нашла? Хлоя находит легендарное сокровище. Ребята, там, по-моему, две с чем-то тысячи было. Слушайте, мы нашли легендарное сокровище. Вы представляете? Давайте посмотрим, что есть здесь. Мы нашли ценные предметы в сундуке с сокровищами. А что здесь за ценные предметы? Давайте глянем. Мы нашли... Ребят, лягушка за 9 тысяч. И за 10 тысяч тарелка, вы представляете? Ты моя хорошая. Но тебе желательно, конечно, подлечиться. Ну что, ребят. Мы, конечно, в джунглях поискали сегодня приключений на свою пятую точку. К сожалению, пока что Агат мы с вами не нашли. Но не переживайте, у меня есть еще несколько планов, куда мы с вами еще отправимся. Ну и нас, конечно же, дома ждет Зейн, с которым у нас будут шуры-муры. А что будет дальше, узнаем уже в новом видео. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok